Здравствуйте, уважаемые подписчики и те, кто не подписался. Мы на канале Процветок, меня зовут Алексей Борисов. И я хочу сегодня поднять тему, которая волнует многих. Это посев семян на рассаду, сроки посева. Некоторые начинают сеять семена уже в январе месяце и доказывают, что это правильно. Но я хочу вас предостеречь, это неправильно. Еще 100 лет назад, кстати говоря, в прошлом году этому событию исполнилось 100 лет, было доказано, что любое растение сменяет фазы роста и развития не от того, что его хорошо покормят или хорошо погреют, а оно реагирует на длину светового дня и только. Вот, еще у нас пример такой был, когда еще был Советский Союз, и об этом знают, наверное, все, когда Никита Сергеевич занимался кукурузой, которая в октябре месяце, она только начинала зацветать, потому что она была привезена с юга, там, где день быстрее удлиняется и быстрее укорачивается, и та длина светового дня, которая ей надо была, она наступала только в октябре месяце. Вот. Чем это чревато, хочу сказать. Опять же, у каждого растения и животного есть срок жизни. У животных это продолжительность жизни, у растений это вегетационный период, который составляет, допустим, 90 или 100 дней плюс-минус 10 дней. Когда мы садим семена в январе месяце, мы искусственно удлиняем этот вегетационный период. И растение, оно как уже, оно хочет уже вырваться, ему надо уже цвести. Вот. А еще длина светового дня не наступила, и оно растет, оно тратит энергию просто на рост, либо тратит просто те, которые вещества оно накопило для того, чтобы сжигать их и тратить на рост и на цветение, потому что цветение – это очень энергоемкий процесс. Оно их просто сжигает и, ну, никак хорошо их не использует. Поэтому, когда вы высаживаете уже цветущие перцы, цветущие томаты в парник или в открытый грунт, они, для них пересадка – это стресс. И они, растения, как правило, когда стресс, оно избавляется от всего лишнего, и оно начинает избавляться от этих цветов и от завязей, которые у них завязались, на которые она потратила кучу энергии. Вот. И она избавляется, ей надо опять эту энергию накопить, и потом зацвести, и опять заплодоносить. И оно от избыточной потери энергии даже может погибнуть. Многие скажут, что я посажу в январе, но я буду досвечивать. Да, досвечивать можно, но, опять же, если вы эти растения потом высадите в теплицу, у которой будете опять искусственно удлинять световой день, потому что, если вы будете досвечивать, оно дойдет до определенной фазы роста и развития, вот, а потом высадите в грунт, и день опять укоротится. Вот. Поэтому это нецелесообразно. Опять же, если досвечиваете, как у некоторых я наблюдаю, у кого растет рассада, свет горит день и ночь, это тоже нельзя, потому что растение, оно на свету накапливает сахар, синтезируя его из углекислого газа и воды, вот, ночью этот сахар сжигает на рост фактически, оно синтезирует ростовые вещества, синтезирует белки, вот. Вот. Поэтому у растения, когда вы даже досвечиваете, должен быть обязательно и день, и ночь, иначе оно, эти вещества, когда вы им все время светите, оно растет плохо, и очень много этих веществ расходует, просто сжигает. Это как вы вот дров заготовили на зиму, а просто вот захотелось вам пожечь костер, вы его жгете, вы не в печке, не печку топите дровами, а вы просто сжигаете, дроваете в костре. Это неэффективное использование энергоемких веществ. Опять же, про сроки посадки семян оптимальные. Это для перцев, это первая декада марта, потому что перцы, они тяжелее всходят, они сухие семена и очень тяжело всходят. Для томатов это третья декада марта. Ну, если сделать скидку на то, что мы живем в Белоруссии, а кто-то южнее скажет, что я южнее, а кто-то скажет севернее, то есть плюс-минус неделю туда, туда, или, то есть, кто южнее, значит, на неделю раньше, кто севернее, значит, на неделю позже. Примерно так. Еще хочу сказать немного про то, как разбудить семена. Если вы сейчас придете в магазин и спросите, какой стимулятор роста использовать для того, чтобы семена быстрее проснулись и быстрее начали всходить, вам, естественно, сразу предложат эпин. Его предлагают всем. Но эпин – это гормон, который, скажем так, это растительный антидепрессант, растительный анаболик. То есть, он растению нужен, когда оно взрослое, когда ему надо пережить холод, либо пережить сырость, либо какие-то другие неблагоприятные условия. То есть, оно как иммунитет повысить, он как бы такой общий, укрепляющий. А первый гормон, который вырабатывается в семенах, вот как только они начинают просыпаться, – это гиберелин. Кстати говоря, история гиберелина, открытие гиберелина, очень интересно, его открыли японцы, и об этом как-нибудь в следующем видео, если вам это будет интересно. Вот, поэтому я для пробуждения семян использую именно гиберелин. И, опять же, гормонов много использовать нельзя, потому что надо, чтобы было всё в меру, потому что вы же не можете бежать, допустим, со скоростью 50-60 км в час. Вы максимум можете там бежать километров 15. Вот, а вы будете при помощи гормонов растение заставлять бежать быстрее, чем оно может. Оно от этого тоже может погибнуть, поэтому с гормонами очень осторожно. И поэтому я хочу сказать ещё, что не торопитесь, всему своё время, то есть, всё должно быть вовремя, и не надо спешить раньше от того, что вы будете спешить. У вас всё равно не получится. Всё равно растения идут в свои биологические часы, и оно, согласно этим биологическим часам, живёт. И бежать быстрее у этих биологических часов вы его, скорее всего, не заставите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто ещё не подписался на Процветок, пишите комментарии, задавайте свои вопросы в комментариях, можете задавать самые нелепые, мы постараемся на них на всех ответить. С вами был Алексей Борисов, канал Процветок. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»